Долина Роны, юг Франции. Осень 218-й год до нашей эры. Наш поход только начался, но силы природы уже отделили слабых от сильных. Я знал, что в Италии мне будут нужны сильнейшие. Ганнибал, посмотри правде в глаза. Прошло слишком много времени. Мы недооценили «мы». Если мы перезимуем здесь, то на другой стороне нас будет ждать самое большое войско в мире. Мы перейдем горы. Римляне находятся в Марселе. Это всего два дня, мы можем настигнуть их там. Мы нападем на них врасплох. Зимой или летом. Но мы пройдем через Альпы. Римское войско остановилось в Марселе, чтобы пополнить провизию перед походом в Испанию. Они не знали, что Ганнибал уже рядом. Этого не может быть. Это правда. Он уже пересек Пиренеи и почти достиг роны. Я планировал воевать в Испании. Возможно, атакуя нас во Франции, он и пытается спасти Испанию. Публий Стипион. Обычный римский военачальник. Надежный, предсказуемый. Он просто хотел загнать меня и расправиться со мной. Публий Стипион II, сын консула. Или его цель – это Рим? Возможно, его цель – Рим. И ему понадобится быть ближе к морю. Никто не сможет провести такое войско. Дорога тяжелая. Горы. И эти проклятые галлы. Завтра мы выступаем, чтобы помешать ему. Лагерь Ганнибала. Долина реки Роны. Осень. Что значит «они ушли»? Он сказал, что они ушли три дня назад. Куда они ушли? На восток. В горам. Ты думаешь, ему удастся пройти через Альпы? Если сможет, то на другой стороне его будем ждать мы. Я возвращаюсь в Италию, чтобы собрать новое войско. Мы разобьем его. Хоть его дом уже и разрушил. Мы недооценивали этого варвара. Противник Публио Сцепиона обхитрил его, избрав другой маневр. Это был урок, который семья Сцепиона, а особенно сын, запомнит навсегда. От римской земли нас отделяло только одно. 190 километров снега, льда и камней. Ганнибал достиг Альп в начале зимы. Его люди привыкли к мягкому климату Испании и Северной Африки, и не были готовы к тем условиям, что их ожидали здесь. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА На высоте 2400 метров войско продвигалось все дальше. Без пищи, без укрытия и без привалов. Мы должны были идти. Никакого отдыха. Если бы мы остановились, мы бы погибли. Нас убивал голод. Вперед! Не останавливаться! Каждый день мы теряли тысячи жизней. И я до сих пор не был уверен в маршруте. Продолжаем идти. Не останавливаться, иначе умрете. Вперед! Субтитры создавал DimaTorzok Достигнув вершины, Ганнибал обнаружил, что путь перекрыт обвалом. Субтитры создавал DimaTorzok Почему мы остановились? Дороги нет. Принесите дров и вина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Быстрее, быстрее! Оставьте вино в снег, чтобы охлаждалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно подождать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Горы вступило 50 тысяч человек. Но лишь чуть больше половины преодолело этот путь. Но я готов был принести эту жертву. Лишь бы нога римлян не ступила на землю Карфагена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поход из нового Карфагена занял 7 месяцев. 70 тысяч человек погибли или сбежали в дороге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но впереди было самое трудное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы прошли. Ганнибал пришел сюда, чтобы принять бой, но его ослабленное войско еще не столкнулось с настоящим врагом. Они прошли. Но все они больны. Это от холода. Они к нему непривычны. Можно что-нибудь сделать. Им нужен отдых. Но даже тогда я не уверен, что они будут готовы к битве. Это не солдаты. Просто им нужна еда и отдых. Нам нужны еще людей. Мы найдем людей среди местных. Они дикие. Они воины, Махарбал. И тоже ненавидят рим. Я воевал не только с римлянами. Половина их войска была набрана у союзников Италии.